Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Как будет избран следующий президент Западной Армении? Бакос Аакем встретился в Лос-Анджелесе с членами Союза армянской помощи. Новая книга, выпущенная издательством АРАС «Прощание с айнтуром». Четвертый комитет ООН завершает свою работу, приняв девять резолюций по палестинским вопросам. В результате обстрела населенного пункта Сафсара погибло 18 военнослужащих и еще один был ранен. Саид Реза был армянином. Православная церковь в Орду превращается в музей. Избирательная комиссия согласно Конституции и Избирательному кодексу Республики Западной Армении приняла решение о том, список из 77 кандидатов был одобрен избирательной комиссией. Этот список будет поставлен на голосование тайным и прямым, с указанием целевого листа и на нескольких языках, размещенных на наших сайтах в общедоступных сетях в период с 22 ноября по 30 ноября 2018 года. Результаты выборов представлены армянам и гражданам Западной Армении с 8 декабря по 31 декабря 2018 года согласно указу президента. С 18 по 20 января 2019 года в рамках второго созыва первой парламентской сессии, которая состоится в Женеве и Ереване, пятница 18 января 2019 год. Президент Ахван Дони Конян. Церемония открытия. Доклад Арменака Абрамяна о периоде 2014 по 2019 годы. Утверждение 77 депутатов, избранных национальным собранием Западной Армении и их инаугурации. Выборы нового президента Национальной Ассамблеи парламента Западной Армении и организация перераспределения избранных депутатов в парламентские комитеты национального собрания Западной Армении, 10 парламентских комитетов. Выборы каждой из парламентских избирательных комиссий, определение их полномочий, организация их секретариата и организация их деятельности. Работа завершится конференцией, посвященной столетию мирной конференции. В субботу, 19 января 2019 года делегаты изберут президента Западной Армянской Республики. Церемония инаугурации президента Западной Армении национальным собранием парламента. Президент Западной Армении назначает премьер-министра и новое правительство. 8 министров. Пресс-конференция. Воскресенье 20 января 2019 года. Церемония закрытия. Посещение. Открытая встреча. 18 ноября в Лос-Анджелесе президент Республики Арцах Бакосаакян посетил резиденцию Западной епархии Армянской Апостольской Церкви в Северной Америке. Принял участие в воскресной литургии в храме Святого Гевондова. Встретился с предводителем епархии архиепископом Овнаном Дердерианом, группой представителей Епархиального Совета и Армянской общины. В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики, социально-экономического развития Арцаха, урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, связи между Родиной и Диаспорой. Президент Саакян выразил признательность западной епархии ААЦ за постоянное содействие Арцаху, высоко оценив роль структуры в деле сохранения армянской идентичности в Диаспоре, укрепления связи между Родиной и Диаспорой. Книга дает читателю понимание того, что случилось с подрастающим поколением в тени 1915 года. Гарник Банян, который был перемещен в возрасте пяти лет в детский дом, рассказывает историю детского дома Джемал Паши в приюте для сирот и призывает читателей послушать рассказ об осиротевшем поколении. Гарник Банян остался в детском доме Айнтура в Ливане, который организовал один из главных лидеров партии Джемал Паша и некоторое время руководил его Халди Эдип, собирал армянских, турецких и курдских детей. Джемаль Паша, который не хотел, чтобы сироты имели дело с иностранными организациями, хотел обучить их собственным методом. Для этого с первых дней детей растили под давлением. В то же время голод в регионе означал, что все трудности жизни были перед детьми. Прощание с Айнтуром представлено в истории борьбы с голодом, сирот и отрицанием идентичности в одном из географических районов, которые имели свою долю в войнах, вызванных Первой мировой войной. Книга рассказывает историю тех детей, которые в эти ужасающие времена остались в тени события и стали потерянным поколением. Соединенные Штаты вновь продемонстрировали свою неизменную поддержку израильскому режиму и его действиям. 16 ноября Генассамблея Организация Объединенных Наций приняла ежегодную резолюцию, осуждающую захват сирийских голландских высот израильской стороной за 151 против 2. Это решение является одним из других 9 решений, которые были рассмотрены Генассамблеей в тот же день. Все 9 резолюций были в защиту палестинцев. Только Израиль и Соединенные Штаты голосовали против резолюции, осуждающей оккупацию Голланд, тогда как бывшие официальные лица Соединенных Штатов в ООН обычно воздерживались от этого процесса. Соединенные Штаты, как и другие страны мира, никогда не признавали присоединение Голланд к оккупированным территориям в 1981 году. Тель-Авив потратил некоторое время на крупную кампанию, чтобы убедить должностных лиц, конгрессменов и Дональда Трампа признать это объединение, поскольку последнее решение ООН недействительно. Тот факт, что Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, осуждающей оккупацию Голланд в первый раз в этом году, может доказать, что действовала израильская манипулятивная кампания. В свою очередь, посол Израиля в ООН Дан Данон высоко оценил позицию США по этому вопросу. При обстреле населенного пункта Сафсара в сирийской провинции Латакия погибло 18 человек и ранен один военнослужащий сил президента страны Башара Асада. Об этом сообщил Российский Центр по примирению враждующих сторон Сирии поздно вечером в субботу 17 ноября. Отмечается, что несмотря на соглашение о прекращении боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлипской зоны деэскалации. Так, в течение суток было завершено три обстрела пригородов Алепа и дважды Хама, населенного пункта Тель-Алуша в провинции Алепа и населенного пункта Сафсара в провинции Латакия. В результате обстрела населенного пункта Тель-Алуша в провинции Алепа ранен один военнослужащий вооруженных сил сирийской армии. При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 человек и ранен один военнослужащий вооруженных сил сирийской армии, говорится в сообщении. С 1937 по 1938 годы после восстания Дерсима репортеры региона считали, что армяне возглавляют это восстание. Даже обращаюсь к мнению, что Саид Реза был армянином. 1937 год. В статье, опубликованной в газете Кумхурет, 16 июня 1937 года говорилось, что то, что произошло в Дерсиме, было работой внешних сил. Бахия Тургут, обозреватель Эл-Азига в 1937 году, в письме, отправленном 20 мая, было отмечено, что здесь были шпионы. Четыре комиссара с юга пришли и двинулись в Дерсим, где они призвали к восстанию, пишет газета. Хотя личности комиссаров не упоминались, другие слухи состояли в том, что они были армянами. Статья под названием «Джумхурет» 28 июня содержит следующий заголовок. «Был предложен подозрительный армянин по имени Хорен». Другие подробности, связанные с Хореном, не сообщались, и Саид Роза постоянно распространялся как крестьянин или армянин. Согласно Таза Барану Дерсим 1937 по 1938 годы, издание газеты Хабер, в номере от 8 ноября говорится, что крест Саида Резы находится в Анкаре. В названии автор утверждал, что он христианин, нашел крест в его палатке. Было также отмечено, что в палатке были армянские книги и кресты Саида Резы. Губернатор Орду Шедар Явуз заявил, что греческая православная церковь в провинции, которая теперь называется Ташбаш, должна быть восстановлена и превращена в городской музей для развития туризма в регионе. Явуз отметил, что в городе Орду ведется работа по созданию археологического музея. Орду будет расти и расти день от дня. Губернатор Явуз сказал, что значительная работа также ведется в провинциях Фосса и Юни, богатых историческими памятниками. Напомним, что церковь, которая раньше была хорошо зарекомендовавшим себя городом в Орду, была построена в 1853 году. Церковь Ташбаш с 10 апреля 2000 года по настоящее время использовалась как культурный центр. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Хазарь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok